В отделение реанимации посторонних обычно не пускают, но для этих людей врачи сделали исключение. Сотрудники трех липецких компаний подарили детской больнице номер один новый аппарат УЗИ. Средства собирали в буквальном смысле по крупинкам, кто сколько сможет. В итоге почти 2 миллиона рублей. Большую часть потратили на покупку оборудования, остальную передали шести нуждающимся семьям. Мы уверены, что спустя каждый год к нашему благотворительному марафону будет присоединяться все больше и больше компаний и их сотрудников. И мы уверены, что в результате, объединившись вместе, делая доброе дело, мы сможем создать прекрасную городскую, добрую городскую традицию. В отделении реанимации лежат самые маленькие пациенты. Порой их вес не превышает 500 граммов. Чтобы окрепнуть малышам требуется несколько месяцев. И все это время рядом с ними только врачи. Аппарат УЗИ это не редкость. Он есть в каждом соответствующем медучреждении города. Но даже самый обычный прибор выходит из строя. И его замена бюджету обходится в копеечку. Стало доброй традицией, что именно медицинским учреждением фирма дарит подарки к Новому году. В прошлом году это была областная детская больница. В этом году городская больница номер один. Поэтому это заслуживает только низкого поклона, благодарности, слов. На новом оборудовании будет работать врач Татьяна Проскурякова. За жизнь маленьких пациентов она борется уже 32 года. Родители к ней на прием записываются со всего города. Аппарат УЗИ она выбирала себе сама. Поэтому точно знает, что от него ждет. Это качество изображения, прежде всего. Качество изображения, а естественно, качество дает больше возможностей для диагностики. Если аппарат уже свой ресурс отработал, изображение, конечно, намного хуже. С нового года медицинские учреждения области объединят в единую сеть. К детской больнице номер один присоединят больницу номер два и поликлинику номер пять. А это значит, что оборудование всех трех учреждений станет общим. Сейчас в Липецке шесть аппаратов УЗИ. Новый прибор собирались покупать в следующем году. Теперь эти деньги пойдут на другие нужды. Анастасия Сердюкова, Анатолий Гончаров, Липецкое время. Анатолий Гончаров, Липецкое время.